Доброе утро, дорогие друзья! Завтра вечером начинается главный еврейский праздник, праздник по еврейскому кандарю, праздник Пейсок. И мы сегодня вместе с известным раввином в нашей общине, с раввином Тиной Гринберг, она возглавляет синагогу Дархей-Ноам, сидим за столом, за пасхальным столом и попросили Тину рассказать нашим телезрителям, каковы традиции этого праздника. Пожалуйста. Большое спасибо, Игорь, снова добро пожаловать в Дархей-Ноам и ваша команда тоже. И мы сделаем эту репетицию, то есть праздник будет заходить в понедельник вечером, 13-го Ниссан, это 14-го по еврейскому календарю. И очень важный, глубоко значающий этот праздник. Значит, что перед нами посмотреть? Во-первых, конечно, свечи, когда этот праздник мы приглашаем и идет благословение свечей. У нас есть, конечно, кедышкап, то есть и в ней вино, и тоже символ, есть чашки Эл-Ияху, которая будет стоять тоже с вином, но мы ее пить не будем. И мы будем в конце вечера, открываются двери в еврейском доме, и ты надеешься, что Эл-Ияху придет. Значит, этот праповедник придет, и с этим придет новый этап человеческого развития. Значит, что у нас здесь перед столом еще? Во-первых, «Пасхальная Агадда» и «Хагадашел Пейсах» — это необыкновенная книжка, которая собиралась столетиями, и потом нам ее дала традиция. И по ней ведется сейдер. И я понимаю, что иногда очень страшно немножко поднять, значит, такую книгу начать, с чего я начну. Но она сама тебя ведет по каждому этапу. Так что, в принципе, оно доступно. Я знаю, что бабушки особенно делают суп из мацабола, и идет громадный спор, рыба должна быть подслаженная или с перцем, фаршированная рыба. В некоторых семьях покупается целый карп, который плавает у тебя в ванне. Было такое, помню, в «Сарсконсоиде», да? Но еда очень важна, конечно, потому что по еде и по запаху еды у нас строятся воспоминания. И наши предки приходят на этот запах этих рецептов, и нас они слышат. Но самое главное — это передать рассказ нашего выхода из Египта. И этот праздник нам напоминает, как было трудно быть рабами. Правда, произошло это тысячелетиями тому назад. Но дело в том, что наша традиция очень важно подчеркивает то, что в каждом поколении мы оставляем Египт. Вот это слово «митцраим» на иврите. Это значит узкое место, где мы себя находим. Место, где нет, невозможно, ты не можешь дышать. Место, где у тебя идет сама опрессия. Не только, допустим, слава богу, мы живем в демократии сейчас, но сама опрессия, депрессия и невозможность жить в своем целом потенциале. Есть глубокий Египт, который мы стараемся оставить, чтобы выйти в время свободы. Для меня Пасха очень-очень трогательный праздник и праздник, через который я каждый год несу с собой воспоминания. Значит, что мы смотрим? Значит, это называется Песах, тарелка Песах. И я скажу, что это очень важно иметь дома. Потому что в любом возрасте, когда это ставится на стол, ты знаешь, что это время Пасхи еврейской. Значит, что у нас здесь есть? У нас есть хрен. И это хрен, который нам говорит о самом... Хрен, в принципе, это дело сильное. Тебе нужно иметь, чтобы сердце было сильное, да, и чистит, значит, это очень серьезно. Но он горький, потому что жизнь в Египте была горькая. Вот, и это воспоминания этого. Что у нас есть? У нас есть... Здесь я поворачиваю, значит, это шейка или, значит, кусок куриного или мяса. Зароа, и она нам напоминает, что Песах sacrifice, по-русски sacrifice, это как... Пожертвование такое. Спасибо большое. Я извиняюсь, я потеряла принесение жертвы. Да, значит, и это принесение жертвы, которые люди, наши предки, да, значит, должны были съесть семьями. Это был очень семейный праздник во время, значит, во время, когда храм стоял. Но до этого еще, это еще в Египте мы, нам нужно было это съесть, и кровь этого, значит, вот животного была на наших дверью. И потому по рассказу нашей традиции, что ангел смерти увидел этот, значит, этот знак, и он пролетел и оставил нас. Оставил нас в покое. Вот. Что еще здесь есть? У нас здесь есть хоросет, и я приготовила это сегодня утром. Рецептов много, и они, значит, разные. Здесь очень просто. Это яблоки, это орехи, и орехи могут быть разные. Я использовала миндаль, которую сначала я roast, или как это, значит, поджарила, можно сказать. Вино немножко, и, значит, cinnamon, корица. Корица, вспомнила хорошо, по корице. Скажите, что это означает? Что это за символ? Да, это означает, что нужно было строить, и у нас, значит, и это камни, и между камнями, вы же знаете, чтобы камень ложить один на другой, его нужно сцементировать. И это нам не разрешили в какой-то этап пользоваться цементом, это было невозможно. Значит, это символ, как было трудно строить в то время. Храм, да. Да, совершенно не храм, а пирамида, как раз. Пирамида, да, пирамида. Значит, что у нас здесь есть? Карпас, и это петрушка, и она, это символ весны, символ будущего, что все-таки надежда есть. Да, надежда есть, и будет хорошо. То же самое у нас есть яйцо здесь. Обычно яйцо еще ложится на огонь, и оно становится более коричневым таком. Я его лопнула, оно у меня лопнуло, но не до конца было. Идея понятна. И, значит, что это во время праздников еврейских обычно приносили же тоже в храм наши пожертвования. И еще символ яйца, яйцо круглое. И даже когда тяжело, жизнь принесет хорошее тоже. Значит, вот этот вот круг, хорошее возвращается. Что тяжело, даже тяжело, сердцем тяжело, но будет хорошо. То же самое, значит, что у нас здесь есть, и это у нас хазерет. И хазерет – это тоже не сладкая зелень, а она как раз тоже горькая. И это тоже говорит нам об опыте, внутреннем опыте, как нам тяжело было во время этого периода в истории. Что очень интересно и важно, что не только мы, евреи, к этому празднику относимся очень трогательно. Когда черные люди Америки на юге работали, работали так тяжело и были в рабстве. Вот этот рассказ о выходе из Египта для них был, как называется по-английски прекрасное выражение, cardinal story. То есть это рассказ о необыкновенной важности, потому что они это испытывали и понимали. Им очень много песен написано. И как раз из этого пришла тоже традиция о их очень тяжелом-тяжелом-тяжелых страдании. Что у нас здесь есть? У нас есть маца. И маца, вот я ее, значит, покажу, конечно, я помню, по сравнению с моими подружками на Краснопольской улице. Давайте покажем. Прошу прощения, украинские, значит, были здесь разного я типа. А здесь, значит, у меня были украинские подружки, вот украинки, и крестьянская Пасха, значит, выпадала недалеко. И вот они кушали вот такие булочки. А я где-то находила кусочек мацы, которую дедушка приносил и прятал у нас в нашем шкафу. И я никогда не знала, как она к нам попадала. Но я помню, я грызла ее и думала, конечно, по сравнению с хлебом она была довольно-таки грустной. Но и должна быть грустной. Почему маца, почему тонкая? Значит, народ спешил, и нужно было собраться быстро. И те, которые бежали за поездами, как мы в 79-м году, ты вспоминаешь, как ты все бросал. Так же евреи, когда уходили из Гипта, оставляли все. Они все оставляли. И не было времени для хлеба, чтобы он поднялся. Совершенно верно. То есть дрожжи, не было времени, что это. И, значит, лепешки получились, и с собой лепешки взяли. Это мука и вода. Совершенно верно. Мука и вода, и у тебя есть только определенное время ее быстро перекрости, чтобы она не поднялась. А символическое, почему нужно весь дом подмести и либо отдать людям, которые могут кушать, допустим, не евреи, хлебные изделия. Что очень важно, что хометс, это то, что нам, вот это дрожжи, которое растет. В принципе, очень много проблем у человека от его иго. Ты хочешь быть очень важным, ты забываешь о своей семье. О друзьях. О друзьях. У тебя midlife crisis, у тебя кризис, и ты хочешь красную машинку и симпатичную блондиночку. А тоже от твоей вот этой гордости у тебя серьезные проблемы. И в этом получается снова твой митрайм, твоя же вот это узкое вот это место, потому что принесет оно мало хорошего в жизни. Так что это очень важно, подмести дом. Что очень важно, что за столом вот в этой книге, она очень умно создана. Значит, есть вопросы, где дети спрашивают. Я прошу прощения, слово «агада», что оно означает? Это называется «рассказ». Рассказ. «Агадот» — это «рассказ», это самое «агадах», «агада» — это значит «вот рассказы», потому что тебе нужно это снова рассказать новому поколению. Понятно. Вот, и мой сын, который был самым младшим за столом, он запоминает эти вопросы, которые ему нужно спеть или прочесть. На любом языке можно, на любом, не только на иврите. А вот в этой книжке вы можете прочесть на иврите, даже если вы иврита не читаете, потому что по-русски есть эти самые подсрочные, спасибо большое. Вот, и он поет их, и он спрашивает, а почему в этот вечер другой, чем другие вечера? Скажите, вот насчет вина. Вино не пьют в первый вечер, да? Пьют, конечно. Обязательно. Вы сказали в начале. Ну, извиняюсь, я поправлю себя, если я сделала ошибку. Значит, конечно, нам дает завет, что нужно пить четыре чашки вина, не только одну. Так что пить можно и нужно. Но к питью нужно рассказать о Пасхе. Но есть одна чашка, которая стоит, и ее не трогают. И эта чашка Эл-Яху. Вот это наш праповедник, который придет и начнет. Вот мы его ждем каждый год. Вот, каждый год. Каждый год. Открываем двери и ждем. И иногда друзья заходят, и они тоже очень много приносят нам. Но двери открывают. И ты открываешь двери, и ты говоришь, все, кто голодный, придите, за этим столом есть место. И наша жизнь в штатах, когда до Советского Союза и в местечках, к себе любой состоятельный и несостоятельный человек делал места за столом, чтобы привезти их себе в дом неимущих. Большое спасибо. Очень коротко, но очень ясно. Теперь, знаете, вы открыли очень много интересных страничек для наших телезрителей. Смотрят представители разных национальностей. И я хотел бы пожелать вам успехов в вашей благородной работе. Нельзя это назвать работой, наверное. Вы служите. Это любая служба. Служу народу и Богу. Да, и Богу, да. И надеюсь, что многие из наших телезрителей с удовольствием посетят синагогу Дархейнаам. И вы откроете им очень много интересных страниц еврейской истории. Спасибо. Буду рада. Спасибо. Ивхак Ашервасамеях. Хорошего, доброго, теплого, прекрасного праздника. Всего доброго. И спасибо, Игорь. Большое спасибо.